Здравствуйте, Тимур. Мы очень рады вас приветствовать и, пользуясь случаем, я хочу вас поздравить с примерой фильма. Мы об этом много говорили. Скажите, как проходит прокат? Вы довольны результатами? Ходят на фильм «Спасибо деду за победу»? Ну, в принципе, я доволен, потому что очень много положительных отзывов практически все. Ну, скажем так, из 100%, процентов 90 положительных отзывов. Их очень приятно отчитать. Я вам больше скажу, я даже их перечитываю иногда. Да. Что касается, как ходят люди, смотрят, если честно, мы ожидали большего результата, но на сегодняшний день фильм посмотрело около 16 тысяч человек. Это, в принципе, это очень мало. Возможно, проблема в рекламе, возможно, ну, у нас бюджет на рекламу был ограничен, к сожалению, из-за отсутствия финансовых средств, но тем не менее, те, кто посмотрели, люди все оставляют только положительные отзывы. Ну, фильм показывают во всех городах России? Нет, не во всех городах. Ну, тоже, наверное, повлияло как-то на то, что он 16? Конечно, повлияло, да. Очень многие пишут, что у них в городе нет, там, и в Чехове, и в Минводах нет, и в Пятигорске, и в Нальчике нет. Ну, во многих городах нет фильма. Премьера состоялась 1-го числа, 1-го мая. Да, 1-го мая. Сколько дней еще фильм будет в прокате для тех, кто может быть еще... В принципе, уже его снимают с кинотеатров, он еще в некоторых кинотеатрах идет. Я смотрел буквально вчера, в 40 кинозалах он еще идет. Тимур, вы сказали, что получили очень много положительных отзывов. Да. Это все понятно. Мне интересно, какой самый такой болючий отзыв, я имею в виду самый негативный отзыв, вы получили. Это был один отзыв на кинопоиске, он до сих пор там висит, это даже не отзыв, это рецензия. Там, ну, под каким-то аккаунтом человек пишет фильм о фильме. Ну, в принципе, как таковое, возможно, он недопонял, возможно, просто ему захотелось как-то уличить в чем-то в этот фильм. Потому что, в принципе, по драматургии и по всем помыслам, которые этот фильм несет, все понятно достаточно. Что-то дедушка, ветеран войны, рассказывая о своих подвигах в гротесной форме, пытается донести до ребенка самое главное, главные ценности жизни, семейные ценности. И переодолеть все страхи, которые перед ребенком стоят. И, в принципе, превратиться из мальчика в мужчину. И это у дедушки получается. Ну, видимо, этот человек недопонял этого смысла, но писать ему там что-либо объяснять я не собираюсь. Вот я хотел сказать, вы включаетесь в обсуждение. Нет, нет, это рецензия, это на кинопоиске, на сайте, это бессмысленно что-либо писать. Тем более, в защиту своей картины, я не был, знаете, это как, ну, мы же абхазцы, мы, мой фильм, это как мой ребенок очередной. Сейчас идти за своего ребенка, что-то говорить, ну, я не собираюсь. Тимур, вы в своих интервью говорили о том, что это история, которую в свое время вам рассказывал дедушка. Это всем уже давно известный факт. Вот мне что интересно, вы верили в эти истории? Вы правда думали, что это ваш дед? Да, я искренне верил. Ну, в отличие от героя в моем фильме, Сандрика, ему там 10 лет, мне было 4 года. Тогда, естественно, я все за чистую монету принимал. И я вам более скажу, эта вся история, она почему так сохранилась, потому что произошел резонанс, она получила продолжение. Дело в том, что я в школу, не в школу, а в садик. Я пришел и стал рассказывать своим друзьям о подвигах моего дедушки, как он Гитлеру усы вырывал. И никто не верил. Мы пошли к воспитательнице, я их повел к воспитательнице, рассказал ей, вот они мне не верят, а мой дедушка Гитлеру усы. Но когда она не стала верить, я уже тогда не понял. Тяжелым было разочарование. Я не разочаровался, я всех повел домой, к отцу. И мой отец сказал, что да, это правда. Потому что когда увидел меня, и за счет этого она, в принципе, получила продолжение. И моего дедушки называли, в общем-то, Андрей, который Гитлеру усы вырвал. Ну, скажите, вообще, я так понимаю, это и стало одной из причин, которая привела вас в режиссуру. Это основная история, которая, в принципе, построила, вокруг которой построился весь фильм, в принципе. Вы выступили там режиссером и сыграли одну из главных ролей, ну, главную роль. Ну, не главную роль. Да, одну из главных ролей. Сложно быть в фильме и актером, и режиссером? Ну, вообще, конечно, сложно, но мне было несложно, потому что, когда я играл, снимал Тимур Кингискир. Поэтому мы вдвоем практически сняли, мы его и писали, этот фильм изначально вдвоем, и снимали. Но так получилось, что в титрах не получилось его указать как со-режиссером, к сожалению, потому что там свои подводные камни. Но, тем не менее, там в конце фильма в титрах огромная петиция о благодарности, в принципе, написана ему. Ну, ну, конечно, это сложно, когда ты сам снимаешь, это просто больше времени тратишь, а время в кино – это деньги. Поэтому, то есть, сняли кадр, потом идти, бежать на плейбэк, смотреть, как сняли, говорить, давайте играть с ним. Это очень сложно. Поэтому, естественно, Тимур снимал все эти новеллы, где я играл. Это мне не было сложно. Когда мы здесь, в Абхазии, сможем, наконец, увидеть… 20-х числа, начало 20-х числа. Где, как это все будет? В филармонии 23-26-27 пройдут премьеры, будет два сеанса вечером в 6-8. А также будет в Кудаутах, Гаграх, Домах культуры и Гали. Вы на открытии, на показе в филармонии будете присутствовать? Нет, я не буду, к сожалению, что у меня, ну, работа в Москве. Как раз я хотел поговорить о том, над чем вы сейчас работаете. Расскажите нам, пожалуйста, как режиссер, и потом поговорим, вы же еще и актер. Ну, эта идея у нас возникла достаточно давно. Это речь идет о сериале про Абхазского президента? Речь идет о сериале «Независимый», который называется «Независимый», про президента Абхазии. Это речь не о каком-то конкретном президенте. В принципе, мы ее уже вынашиваем где-то года полтора, мы прописали там около, ну, одна серия у нас полностью расписана, еще там заготовки на, ну, на весь сезон, в принципе. Вот, и сейчас мы переписываем эту серию. Она никак не связана с Зеленским, эта идея, ни в коем мере, она никак не связана ни с каким-либо президентом нашей республики. И эта картина о том, она, в принципе, повествует сегодняшнюю, я уже говорил, отражает сегодняшнюю реальность, о том, как мы все стали политизированы очень сильно. Но и независимо от того, кто придет сегодня к власти, в принципе, ситуация у этого человека будет достаточно сложная. Я понимаю, что вы не можете раскрыть многих каких-то нюансов, которые будут, мне интересно, это сериал для какого-то российского телеканала, мы сможем это увидеть там, где, как. У меня уже есть определенные договоренности, да, потому что канал супер проявил интерес непосредственно не на телевизионный канал, а на площадку интернет, там у них есть, площадка старт называется. Вот, и они проявили интерес к этой истории, вот. Сама история, я еще раз хочу сказать, что она не такая политизированная, в принципе, будет. Это больше комедия. Это больше, нет, это будет драма с применением комедии, естественно, но в то же время это будет больше непосредственно о взаимоотношениях между властью и народом, в принципе. Но так как у нас здесь мы все близки друг другу, очень, и это, естественно, больше от того, что нас мало, вот. И от этого появляется определенная ментальность отношений, то есть непосредственно, ну, та искра, которая присутствует только в абхазском народе, по сути. Потому что у нас есть и государство, и есть определенное маленькое количество населения. И в этом есть большой плюс. Отлично. Тимур, не могу не спросить вас, кто будет президентом. Я про фильм. А, в фильме будет президентом Таня Тимур будет. Это, еще раз говорю, я в политику не собираюсь никогда, вообще, сразу предупреждаю. Ну, по крайней мере. Ну, тут поэтому вы связь с Зеленским провели. Да, этой связи нет, я еще раз говорю, никакой связи нет, я не проводил связь, нету никакой связи. Эта идея, она присутствует еще до Зеленского. Просто она сама по себе хороша, и мы кажем, нам кажется, что она будет полезной для Абхазии, и, естественно, будет полезной для раскрытия, ну, дальше, за пределами ее. То есть у нас в планах не просто показать только на этой площадке супер, это они проявили определенный интерес пока, но мы думаем пойти чуть дальше. И нам кажется, что это будет интересно за пределами вообще и России, то есть куда-нибудь там в Штаты, либо в Европу, посмотрим. Тимур, скажите, еще чуть-чуть поговорим про сериал, если вы не против, сколько запланировано серий? Ну, мы думаем от 8 до 10, максимум 10 серий. Вы уже в одном из своих интервью говорили о том, что некоторые серии будут сниматься в Абхазии. Все серии будут сниматься. Все серии будут сниматься в Абхазии. Скажите, абхазских актеров будете задействовать? Конечно, конечно, мы будем задействовать. Это абхазская история. Естественно, здесь будут абхазские актеры. Ну, помимо абхазских мы будем еще привлекать актеров из Северного Кавказа и из России вообще в целом. Ну, на какой вы сейчас находитесь стадии и когда вы планируете показать уже первую серию? Мы планируем снять пилотную серию летом вот этим. Ну, сейчас работаем над... Переписываем опять очередной раз первую серию, которую будем снимать. Вот. И, в принципе, летом мы думаем уже отснять пилот, посмотреть, что из этого всего вышло. Ну, и если все нормально, то уже, наверное, ближе к зиме мы начнем снимать весь сезон. Ну, или, ну, там, осенью, конец осени. Тимур, вы сказали, что будете играть роль президента в сериале, о котором мы говорили. Планируете ли еще в ближайшее время где-нибудь? Ну, не то чтобы планирую, просто поступают предложения. И я сейчас в лето мне предлагают сняться в полном метре в одном. Я сейчас читаю, я еще не прочитал сценарий. Вот. И осенью предлагают сняться на, как бы, в сериале. Вот. И, ну, я думаю, где-то между этим успеть снять свой пилот. Вы на сегодняшний день один из успешных абхазских режиссеров. Но как нам показывают два сухумских международных кинофестиваля и некоторые другие проекты, у нас в Абхазии, в принципе, зарождается режиссура, зарождается кино. Но как вы в целом оцениваете состояние нашего абхазского послевоенного кинематографа? Есть ли у нас талантливые режиссеры? Чего не хватает? На самом деле, очень интересна ваша оценка и вот ваш взгляд. Я скажу, что динамика очень положительная и высокая. И перспектива у абхазского кино действительно очень хорошая. Более того, естественно, мы все знакомы с ребятами. Они очень талантливые все, у каждого свой стиль, у каждого свое восприятие. Настоящие художники, можно так сказать. Ну и плюс еще, конечно, может быть, неправильно будет говорить про своего друга, но тем не менее, я скажу, Тимур Кискири – это и организаторские способности у него на высочайшем уровне. Мы можем наблюдать по его проектам и «Кони Фа», «Открытие», «Закрытие» и «День Победы» в прошлом году. И эти кинофестивали – это как раз все его организация. Ну и плюс сам он режиссер, он сам снял очень хороший фильм, который занимает лидирующие места на разных фестивалях. Это отец по новелле «Лакербае». Вот, помимо него еще очень много молодых, и это очень радует, что наша молодежь интересуется и, более того, развивается в этом направлении и действительно снимает, учитывая скудные возможности. Потому что кино – это дорогое удовольствие. А когда ты пытаешься сделать какими-то кустарными способами, это надо быть действительно талантливым человеком, чтобы получилось хорошо, чтобы сделать кино. И у этих ребят действительно этот кинофестиваль, что первый, что второй, Сухомский открытый кинофестиваль, показал и доказал, что в Абхазии действительно есть кино. Ну и плюс ко всему сюда приехало очень много гостей из всего мира. Они увидели, многие вообще не знали, не многие, а почти все не знали, что такое Абхазия, откуда она взялась. Я думаю, что, в принципе, культура и спорт, ну, естественно, и образование обязательно – это те основные, это три кита, на которых держится, в принципе, наше государство. Ну, я имею в виду, благодаря чему мы сможем и о независимости сказать, и, в принципе, построить государство достаточно крепко.